Православные жители Ненецкого округа в эти выходные отметили один из больших христианских праздников – Крещение Господне. Традиционно в этот день принято совершать омовение в ледяной купеле, но в этот раз традиция была нарушена. Из-за теплой погоды прорубь для купания не обустроили. Жители города могли лишь набрать крещенской воды из Печоры, и несмотря на это праздник состоялся по всем христианским традициям. На крещение верующие идут в храм 18 и 19 января. Освящение воды осуществляется только три раза. Первый во время великого чина освящения на утренней службе в Сочельник. Чин священнослужителя служит такой же, как и на крещение, поэтому набирать воду можно 18 или 19 января. Она будет обладать одинаковыми свойствами. Я помогла праздник, чтобы благодать, чтобы каждый из нас жительствовал по законам Христовой любви, правды, творения добрых дел, и шествовал стезями незабудованными ко Спасителю мира, даровавшего и дарующему освящение всей Вселенной и каждой человеческой души. Второй раз чин освящения воды проходит вечером 18 января в храме. Кроме того, по традиции, горожане ночью с 18 на 19 января набирают крещенскую воду на Качгартинской курье. Обычно здесь оборудуют иордань для омовения, но в этом году, по соображениям безопасности, из-за слишком тонкого льда ограничились лишь прорубью для забора воды. Раз посчитали, что безопасность на первом месте, и церковь за это же уступает, то, думаю, что для жителей, те, кто верует и сможет окунуться, не окунуться, а умыться водой, достаточно будет, чтобы исполнить традицию. «Знаете, что меня возмущает, да? В этом ивене я уже лет пять точно купаюсь, да? В этом году погода хорошая, как бы не холодно, да? Вообще купаться было бы здорово. Хорошо. Ну, невозможно окунуться, потому что мелко, да, допустим. Ну, хотя бы три ведра поставили. Ведь три раза надо окунуться. Поэтому, не знаю. Вот я пришла, хотела окунуться, но не получится. Ладно, водички взяла. Конечно, нет. Господи, разве заболеешь? Это же тепло. Рабочие чистого города сделали удобный подход к двум прорубям и предусмотрели рядом с ними ведра для забора воды, установили дополнительное освещение. На курье всю ночь дежурили сотрудники полиции и спасатели. Дежурство началось у нас с 22 часов. Всё спокойно, народ приходит, воду набирает и спокойно ходит. Никаких происшествий не было, всё спокойно. Сейчас меньше народу, потому что выход на лёд как бы запрещен, а так обычно много. Ну, после 12 будет больше. По поводу свойств крещенской воды есть разные мнения верующие. И те, кто ещё не готов открыть своё сердце Богу, но уже близок к этому, не сомневаются в её способностях побороть любую хворь и зло. Я так лично моюсь этой водой. Надо помыться, чтобы себя чувствовать здоровой, сильной, чтобы ни болезни, ничего не представили. Мне так кажется. Но защитить себя, да. Главное – здоровье, чтобы пришло и Богу верить. Среди желающих набрать крещенской водицы не только жители округа, но и гости региональной столицы. Например, жителю Архангельска Олегу впервые посчастливилось побывать на Иордане за Полярным кругом. Когда я ещё попаду, что в Заполярном районе, я наберу святую воду. У меня духу, конечно, не хватает искупаться, да тем более здесь запретили. Поэтому я приеду, приехал, дождусь, когда батюшка местной епархии всё это светит. И согласно церковным канонам, после этого только я выпью эту водичку и помолюсь. Третий раз воду освящают 19 января во время утреннего богослужения. По традиции, прихожане Богоявленского собора в этот день идут крестным ходом от храма к Иордане. Владыка проводит чин освящения воды на Качгартинской курьем. Набранную на крещение воду хранят вдали от солнечных лучей. Лучше всего расположить ёмкость со святыней возле икон. Считается, что она не портится. Святую воду можно набрать на протяжении нескольких дней после водосвятного молебна. Кстати, накануне праздника рядом с богоявленским храмом оборудовали водосвятную часовню. Вода в неё поступает из специально пробуренной скважины. После её освящения прихожане смогут набирать воду здесь. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Телеканал Север.